Итак, мы получили с вами облако на много-много гигабайт. Теперь задача как бы сделать так чтобы файлы которые вы синхронизируете с облачным хранилищем были зашифрованы, и никто кроме вас их прочитать не мог, но при этом сохранить удобство и комфорт использования. Если не нужна ни синхронизация ни комфорт, можно просто заархивировать файл с паролем да закинуть его на облако. Мне же нужно, чтобы лежащие у меня на компьютере не зашифрованные файлы автоматически шифровались перед отправкой на облако. А если файлы на локальном диске изменились, то старые шифрованные файлы на облаке удалялись и заменялись новыми такими же зашифрованными. Первая программа которая приходит на ум это TrueCrypt. Это офигенно надежная софтина, которой я пользуюсь уже скоро лет 10 как. Она делает шифрованный файл, контейнер на диске, а затем монтирует его в системе как обычный диск. То есть работаете с таким контейнером как с обычной флешкой, но не зная пароля, такой контейнер вскрыть практически невозможно. К сожалению, TrueCrypt не поддерживает инкрементальные изменения, поэтому для облака он не подходит. То есть если у вас скажем контейнерный гигабайт, то при использовании облака вам нужно будет каждый раз ждать когда весь этот гигабайт зальется на облако, даже если вы изменили лишь один файлик из 100 содержащихся в этом контейнере. Второй способ это использование зашифрованной системы ncfs. К сожалению, нормально работает она только в линуксе. Кроме того для ее использования облака должно поддерживать протокол WebDAV, а ушлый mail.ru например его отключил. Для Windows есть кривая и косая реализация ncfs for win, но пока она слишком сырая чтобы рекомендовать ее к установке. Более продвинутая реализация ncfs под Windows называется Boxcryptor. Тут надо отметить, что это все-таки коммерческая контора, и поэтому для получения нормального функционала надо регулярно платить. В бесплатном аккаунте доступно только два подсоединения, то есть одну папку вы сможете синхронизировать только между двумя компьютерами. За третий надо платить или привести рефералов. С другой стороны, Boxcryptor наиболее популярная и проработанная версия ncfs для Windows с кучей функций. Поэтому если вы решили использовать именно ее, можете сделать мне приятное зарегистрировавшись по моей реферальной ссылке которая есть внизу. Глядишь и наберу пять рефералов чтобы получить ту самую третью машину в аккаунт. Из альтернатив есть еще SafeMonk, Vivo, CloudFogger и еще туча аналогов. Все они коммерческие и в тот или иной момент начинают просить деньги. И самое главное, за каким хером для сугубо локальной операции мне нужно какой-то аккаунт заводить? Прога еще небось и не работает без подключения к интернету. В пизду короче. Сейчас покажу нормальную утилиту. Есть такой Stefan. И делает он очень простую, но невероятно удобную утилиту CryptSync. Она просто архивирует все файлы из указанных папок архиватором 7wip с паролем. Синхронизируя эту папку с кучей архивов с теми которые вы ей указали. А уже на эту папку с архивами вы натравливаете ваш облачный клиент, который отправляет их в облака. И никаких аккаунтов. Гениально и просто. Из минусов у вас по сути будет две копии одних и тех же файлов на диске, из-за того что программа архивы кладет на диск. Но бонусом вы получаете архивирование файлов. У меня например из 35 гигов которые надо было закинуть на облака получилось всего 20. Кроме того, все стандартно. Вы можете просто скачать нужный файл из облака и расшифровать его обычным архиватором 7wip или winrar, введя правильный пароль. Ну или настроить аналогичный набор программ на другом компьютере если нужно синхронизировать папку с ним. Вот. Рекомендую. В общем регистрируемся на Boxcryptor чтобы дать мне реферала, а пользоваться будем CryptSync. 9. 4 4 6